Водород — универсальный энергоноситель. Он имеет высокую плотность энергии на единицу массы. Если удастся наладить чистое дешевое производство водорода, он может стать панацеей для очистки самых грязных отраслей экономики. Водород — важная часть решения такой задачи, как декарбонизация тяжелой промышленности в Европе. ЕС хочет, чтобы к 2030 году страны блока производили 10 миллионов тонн возобновляемого водорода и импортировали столько же в рамках цели «Чистый ноль». На деле в 2022 году производство возобновляемого водорода в Европе составило всего 20 тысяч тонн, и наращивание объемов связано с определенными трудностями. Водород — «Зеленый водород» на основе возобновляемой электроэнергии. Она используется для расщепления воды на кислород и водород путем электролиза. Еврокомиссия создала нормативную базу по экологически чистому водороду и инвестирует в него значительные средства — более 22 миллиардов. «Зеленый водород» К секторам, в которых тяжело добиться снижения выбросов СО2, относят транспорт, удобрения и интеллургию. На долю только старелитейной промышленности приходится около 7% глобальных выбросов углекислого газа. Шведский консорциум по производству стали без использования ископаемого топлива «Хайбрид» запустил выпуск стали с применением зеленого водорода для удаления кислорода из железной руды, заменив традиционную доминую печь, работающую на угле. Я поговорила с Сюзанной Эриксон Ростмарк из шведской горнодобывающей компании «Эль Кайби», входящей в «Хайбрид». Но на этом пути, конечно, не обошлось без препятствий. В настоящее время зеленый водород дороже серого или коричневого, который производится из ископаемого топлива. Но промышленность надеется, что разрыв сократится, поскольку цены на возобновляемые источники энергии продолжают падать. В будущем, мы увидим, что цены будут примерно 20% higher. Для бронидов, если вы переводите это в машину, то это более 200 евро extra за машину. В данном случае, clean hydrogen suffers from a chicken-and-egg supply-and-demand issue. The EU is hoping its focus on a clean hydrogen ecosystem will crack the problem of decarbonizing heavy industry like this. See you next time on Business Planet.